Владимир Бенишевич и его труды, которым наследие, которым вы, по-моему, сейчас уделяете почти всё своё время. Если иметь в виду его конкретные работы, я бы не сказал, что я его наследие. Я следую, пытаюсь как-то продолжить его работу, потому что всё-таки он был прежде всего специалист по каноническому праву, по церковному праву Византийской империи. Конечно, это право включает в себя и массу светских законодательных памятников и так далее. Они как-то сочетались между собой и не даром. Основной памятник в этой области называется «Номоканон», то есть «Номус» – это эконом. «Номоканон» – это вот как закон светского характера, государственный закон и канон, как уже правило церковного обихода с христианской точки зрения. И эти памятники, как вы знаете, создавались с самого начала Византийской империи. И в них комбинировались эти оба вида законодательства, как светского, так и церковного законодательства. И вот Владимир Николаевич Бенишевич в сущности всю свою жизнь положил на то, чтобы подготовить критическое издание, полное критическое издание памятников канонического права византийского. И многое сделал для этого. Он объездил весь мир, изучил коллекции греческих юридических рукописей во всем мире. Исключений почти не существует. Везде он сопровождал свою работу фотографированием, снимков этих греческих рукописей. Их было просто тысячи у него. И к концу жизни он готов был уже приступить к изданию вот этих памятников. И, увы, ему удалось осуществить один первый том в этом издании. Выпустил он его в Германии уже в 33-м, по-моему, году. Да, да. Вот. На Маканон. Да. Это самое... Сыгравшее такую вот... Трагическую роль в его жизни. Потому что в это время уже в Германии вовсю фашизм процветал. Но его-то работа и договоренность с германским издательством, с немецким издательством начиналась значительно раньше. Она еще где-то в 12-м году начались переговоры. И при помощи Шварца, Эдуарда Шварца, знаменитого германского канониста тоже. Был такой вот негласный, правда, договор заключен. И Менишевич всю свою жизнь потратил на то, чтобы осуществить это издание. И первый том, вот, к сожалению, вот в такой вот совершенно неблагоприятный момент вышел в свет. И этим использовались враги Менишевича, которых было немало у нас, с тем, чтобы просто стереть его с лица земли, что и было сделано. Поэтому, как вот к этому отнестись, я не знаю, к счастью, у Менишевича было много и светских проектов, так сказать, связанных с изданием памятников советского государственного византийского права. Тот же шестикнижий Армянопула он хотел переиздавать. И даже есть написанный его рукой вот текст шестикнижий Армянопула с одного из списков этого памятника. То есть, целиком и полностью? Да, да, да. Это же достаточный труд там потребовалось. То, что он уже потратил столько времени на эту работу, доказывает, что у него были серьезные намерения. Ну и вот то, о чем мы уже говорили, что он собирался издавать земледельческие законы. И наверняка и целый ряд других, и ту же клогу собирался издавать. Вот так вот все пресеклось в его судьбе. Благодаря тому, что все-таки вот византийское право изучалось. И после Владимира Николаевича Беньшевича, и вот та же Елена Мануелна Липшиц продолжила эту работу. Первая защита по византиноведению кандидатской диссертации была защита диссертации Елены Мануелна Липшиц «Византийский земледельческий закон». И оппонентом был как раз Владимир Николаевич Беньшевич. Причем я говорю, что он очень критично, правда, тогда отнесся к диссертации Елены Мануелны. Он просто раздраконил, откровенно говоря, но очень, конечно, тактично, жалея даже диссертатку и желая ей успехов и так далее. Но тем не менее он констатировал отсутствие у нее настоящей научной базы, школы. И просто ей предписал сделать то-то, 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 чтобы все-таки уже компетентно рассматривать вопросы истории византийского права как такового. У Владимира Николаевича были ученицы. Это Евгения Адвардовна Кранстром, которая продолжила делать деятельность по описанию греческих рукописей в Ленинградской публичной библиотеке. Вот это Алиса Владимировна Банк тоже была его аспиранткой, когда она поступила в аспирантуру на ИСТФАК университета, хотя сама работала уже тогда в Эрмитаже, сотрудником Эрмитажа. Вот. И тема кандидатской диссертации Алисы Владимировны Банк была «Византийский земленельческий закон». Вот как сейчас связаны. Да. И есть масса материалов, которые позволяют проследить, как шла эта работа. Алиса Владимировна действительно увлечённо этим занималась и сверяла списки греческих рукописей с текстом «Номос Георги Кос». И написала даже текст доклада об издании Эшбернера. И выступила с ним на кафедре истории средних веков на ИСТФАКе. Вот. Этот текст её доклада многое опубликован. И даже все документы, связанные с её аспирантурой под руководством Бенишевича, тоже рассмотрены. А он так, для начала, можно сделать то-то, 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 целая программа для аспирантки. Когда это выполнено, он ей преподносит другой документ, где сказано, а сейчас то-то, 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 он должен сделать и так далее, и так далее. Вот так вот велась работа. Но, к сожалению, Алисе Владимировне не удалось завершить работу над этой диссертацией. Все-таки она вот в Эрмитаже уже так увлеклась своей последующей специализацией памятников византийского искусства, прикладных памятников византийского, прикладного искусства, чему она всю жизнь и посвятила, что она, вот, видимо, уже не стала завершать эту работу и защищать её. Так вот, таким образом, как бы, Елена Мнеонна, вот, подхватила эту тему. А они были подруги, Алиса Владимировна и Елена Мнеонна, и вот, видимо, ну, сейчас я, конечно, вот, даже жалею, что не расспросил и ту, и другую, когда они были живы, как всё-таки этот, вот, переход от одной к другой, именно этой темы совершился. Но думаю, что они обсудили это обе совместно. Так что, вот так вот. Если вас интересует, вот я вас спросил, как это, я продолжил эту линию. Ну, вот тоже Елена Мнеонна, мне просто, так сказать, наставление всегда читало о том, что я должен продолжать эту, вот, изучать историю византийского права. И, в частности, вот, такого права, ну, не столько само отсюда, законодательство как таковое, а вот его судебную практику, как она выглядела в судебной практике, вот эти вот все акты, частоправовые акты. Дело в том, что в то время началась эпоха издания этих актов в Париже, вот, под руководством Поля Мерле, и вот они издали уже несколько томов, и я какое-то время у них там стажировался, и Поля Мерле, пригласив меня домой, имел со мной вот беседу, чтобы... я занялся вот таким вот уже исследованием этих актов, не просто их публикация, как они там это делали, а их исследованием с юридической точки зрения, с точки зрения нотариата византийского, и так далее, и так далее. Я как-то пытался отговориться, но вот он убедил меня, что в этом есть смысл, и я не напрасно свою жизнь проживу, если какую-то свою работу посвященную этой теме. Вот, в принципе, вот эти вот очерки византийской дипломатики, частокровавый акт, моя вам известная, конечно, работа, она инициирована Полем Мерле Мерле, не столько даже Еленой Мунылой, насколько вот Полем Мерле. Наверное, надо было ему и посвятить ее, но он тогда еще был жив, поэтому мне как-то живому человеку... Но у нас тогда не было принято. Не было принято. Вы совершенно правы. Так вот. Вот. Ну и потом уже вслед за этим, как вы понимаете, целая серия статей по вопросам византийского права у меня появилась в том числе, если чем-то так более-менее доволен и горжусь, это вот статья о смертной казни с точки зрения византийских юристов и прежде всего Феодора Бальсамона. Вот эта статья, кстати, опубликована у меня и на русском, и на греческом языке, и в Греции вызвала чуть ли не фуров. Вот даже там и были очень много сторонников, и много противников, которые вот, поскольку у меня там с точки зрения показано, что византийские юристы не были склонны идеализировать смертную казнь, они были некоторые, значительное их число были против применения смертной казни, и аргументы были именно те, которые вот в настоящее время противниками смертной казни как таковой выдвигаются. Это было уже все в Византии в XII веке, уже сказано, все буквально. ничего нового мы сейчас в аргументации эренистской вот этой самой документации аргументации не видим. Так вот. А ссылается прежде всего на итальянского, то я выскочила из головы юристов XVIII века, что, мол, он вот это первый высказал эту идею. Нет, эту идею высказали первыми византийские юристы. И вы в вашем проекте должны это учитывать. Как смертная казнь у вас должна быть в вашей этой самой программе задействована. Все упоминания об этом в виде наказания должны быть отмечены и аргументации их и осмысления тоже. Спасибо вам за такое благородное пожелание. Продолжение следует...